Срочный рынок в России появился в 1992 году. На московской товарной бирже началась торговля фьючерсными контрактами на доллар США. После этого стали появляться фьючерсы на приватизационные чеки, алюминий и другие активы. Активно работал рынок валютных фьючерсов. С 2001 года на биржу РТС работает срочный рынок Фордс. На нем торгуются фьючерсы и опционы на фондовые индексы, акции, облигации, валюты и кредитные ставки, а также на нефть, дизельное топливо, сахар и драгоценные металлы. Оборот срочного рынка Фордс сегодня в два раза превышает объем всего биржевого рынка России. Самым ликвидным инструментом является фьючерс на индекс РТС. Его объем торгов достигает 4 миллиардов долларов в день, более 70% общего объема российского рынка. Здравствуйте, в эфире биржевая азбука, цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный, тема этого выпуска – срочный рынок в Украине. В мае 2010 года в Украине появился первый инструмент срочного рынка – фьючерс на индекс украинской биржи. Это событие, давно ожидаемое на отечественном фондовом рынке. Появление фьючерсов открывают для участников рынка возможности, которыми уже давно пользуются во всем мире. Механизм срочного рынка на украинской бирже запущен на базе технологий, уже много лет успешно работающих в России. Технологической основой срочного рынка украинской биржи является торговая система и система гарантийного обеспечения. Система гарантийного обеспечения, на примере России, показала свою эффективность, пережив не один финансовый кризис. Торговая же система показала свою отказоустойчивость и позволяет заключать более 10 миллионов сделок за один торговый день. Рынок фьючерсов по сравнению с рынком акций имеет ряд преимуществ, что и делает его более популярным среди биржевых торговцев. В-первых, при покупке фьючерса покупатель вносит только часть его стоимости, то есть, соответственно, осуществляет инвестицию с бесплатным плечом. Во-вторых, транзакционные расходы по покупке фьючерса намного ниже, чем вы бы формировали портфель акций, который входит в индекс украинской биржи. И, соответственно, это повлекло бы на осуществление 15 операций по покупке. В-третьих, по сравнению со спутовым рынком, основным инструментом которого является акция, срочный рынок характеризуется очень высокими показателями доходности, но в то же время очень высокими показателями рисков. Большая доходность и рискованность срочного рынка обусловлена наличием на нем эффекта плеча. К примеру, плечо 1 к 2 означает, что, имея 1000 гривен, вы можете купить активы на сумму 2000 гривен. Если же 1 к 4, то на 4000. Размер плеча определяется уровнем гарантийного обеспечения, которое устанавливается биржей для открытия позиции. Соответственно, возрастает доходность и рискованность торговли. Для гарантии исполнения сделок на срочном рынке сформировано 3 фонда – резервный, страховой и гарантийный. Резервный фонд сформирован из активов биржи. Страховой фонд сформирован из взносов брокеров. Гарантийный фонд состоит из гарантийного обеспечения участников торгов. Все эти фонды с ростом количества открытых позиций и объемов торгов будут увеличиваться. Появление фьючерса повышает ликвидность украинского фондового рынка, а также дает возможность инвесторам хеджировать нежелательные колебания цен. Это значительно снижает риски инвестирования. Традиционно считают, что фьючерсы – это инструмент для спекулянтов. На самом деле он может быть с успехом применен и более консервативными инвесторами. Фактически, ведь когда вы покупаете фьючерс, вы покупаете пакет ценных бумаг, которые входят в этот индекс. Таким образом, вы покупаете некий идеальный индексный фонд, который будет расти точно так же, как растет фондовый рынок. При этом комиссионные сдержки и другие расходы будут существенно ниже в случае заключения фьючерсного контракта. Кроме того, если вы ожидаете рост украинского рынка, необязательно формировать портфель акций. Можно просто купить фьючерс на индекс украинской биржи. Например, инвестор ожидает, что будет падение на фондовом рынке. В ситуации, когда фьючерс недоступен, инвестор вынужден был просто закрыть свои позиции, то есть распродать по существующим ценам имеющийся в портфеле ценных бумаг. И тогда, ожидая, что рынок упадет, откупится на дне, как говорится. Теперь с появлением фьючерса стратегия стала намного проще. Достаточно продать фьючерс, или, как говорят, открыть короткую позицию. И таким образом, при падении рынка, портфель ваш дешевеет, но вы зарабатываете на короткой позиции по фьючерсу. Итак, появление фьючерсов открывает новые возможности для участников фондового рынка. Ликвидность фьючерсного рынка в Украине постепенно будет набирать обороты, привлекая все большее количество инвесторов и спекулянтов. Основными особенностями срочного рынка по сравнению с рынком акций является возможность торговать на сумму, намного превышающую объем денежных средств на вашем торговом счету, то есть с эффектом плеча, а также применением разнообразного вида стратегий торговли и хеджирования рисков. Хотя такие инструменты, как деривативы, являются нововведением для частных инвесторов, но, учитывая их преимущества и возможности, данные инструменты позволяют привлечь на фондовый рынок большее количество частных инвесторов и жидческих лиц. Точку не ставим. В следующем выпуске «Биржевой азбуки» детальнее остановимся на торговых стратегиях с использованием фьючерсов. Не пропустите! Продолжение следует...